Люди старшего поколения любят говорить, что в руках у каждого человека должно быть дело. То есть такое дело, которое будет кормить вне зависимости от ситуации на рынке труда и состояния экономики. Поговорим сегодня о таких профессиях, компетенциях и навыках с гостями передачи «Городской университет». Представляю гостей нашей передачи. Шалашова Марина Михайловна, директор Института дополнительного образования Московского городского педагогического университета. Никитаева Марина Валентиновна, начальник отдела общеразвивающих программ Института дополнительного образования Московского городского педагогического университета. Рогачев Александр Валерьевич, учитель химии школы 21-20, эксперт компетенции лабораторный химический анализ конкурса «Жуниор Скилз». Макеева Галина Анатольевна, директор Института среднего профессионального образования Московского городского педагогического университета. Итак, здравствуйте, уважаемые гости. Сегодня наша передача в цикле «Городской университет» называется «Как учить человека умелого». И первый вопрос, который, собственно, у меня возникает, касается вот какой проблемы. Мы так долго реформируем наше образование, так давно это делаем, так долго боролись за то, чтобы, ну, фактически высшее образование стало едва ли не всеобщим. И вдруг сейчас обнаруживается такая интересная тенденция, как интерес к среднему профессиональному образованию, да, как, ну, такое поднятие авторитет среднего профессионального образования, интерес к рабочим профессиям. Ну, может быть, вы каким-то образом прокомментируете, а вот всплеск интереса, новый тренд, с чем это все может быть связан? Ну, думаю, первая причина, о которой можно говорить, да, все-таки это запросы, некие установки, которые мы получаем с рынка труда, да. Специалисты с высшим образованием – это хорошо, да, но далеко не всегда они могут закрыть все требования рынка, да, и определить наиболее, ну, так скажем, удобные или востребованные специальности в том или ином регионе, да. Все регионы без исключения, в том числе и столичные регионы, столкнулись с тем, что в какой-то момент, ну, ощущалась серьезная нехватка специалистов среднего звена, да, потому что выпускник высшего учебного заведения, потратив достаточно большие усилия на обучение, да, получив диплом о высшем образовании, ну, совсем, наверное, был не готов понижать свой статус на стадии захода на рынок труда, да, и складывалась ситуация неравномерная, да, когда есть целый выпуск специалистов с высшим образованием, которые не очень нужны рынку, да, и есть запрос у рынка на специалистов средних звенок, которые они вынуждены были пополнять за счет либо иных регионов, да, либо гастробайтеров. А как сочетается, вот, допустим, в этой конфигурации, которую вы сейчас нарисовали, соотношение требований рынка, достойного места на этом рынке, такие замечательные слова, на самом деле они правильные и современные, и, допустим, понятие престижа, вот, интересно. Многие родители, да, дети, глядя на родителей, уже делают вывод, что просто корочка, она ничего фактически не дает, смотрят на умения, знания, которые были получены, те самые компетенции, которые смогли получить, и как этим можно воспользоваться. И если у тебя за плечами нет вот этого багажа, то на рынке очень тяжело конкурировать, поэтому и возникает такой запрос, вот, особенно сейчас по рабочим профессиям, колоссальный запрос среди обучающихся средних, да, и общеобразовательных организаций, когда дети хотят получить уже профессию, уже овладеть какими-то навыками, и видят себя на рынке труда, даже с этой профессией, независимо от того, что они собираются учиться дальше. Дальше. Я бы вот продолжила, наверное, то, что говорили мои коллеги, вот, обратите внимание, что мы сегодня имеем дело с вами с другим поколением наших подростков. Дети, наши, вот, подрастающие поколения, они немного имеют другие амбиции. Это дети, ну, цифры, дети, которые технически очень грамотные, это дети, которые ставят перед собой задачу успешной самореализации, понимаете? Вот для них эта успешность самореализации в профессиональной деятельности, в личной какой-то сфере, вот, среди подростков самоутверждение, оно для них становится приоритетом. Дети, они немножечко действительно амбициозные, они очень легко ставят перед собой какие-то сверхзадачи. Вот я, например, просто пытаюсь соотнести с поколением, моим поколением, которое достаточно давно было в этом возрасте, да, там, с поколением моих бывших студентов, там, через 5-10 лет. Они действительно сильно отличаются. Это дети без комплексов, они очень хорошо знают, что они хотят в этой жизни. И иногда получение образования, это для них не является обязательным каким-то вот такой сверхзадачей, что, может быть, когда-то для моего поколения это было, знаете, вот престижно, действительно, получение высшего образования. Они хотят быть успешными. Почему такой большой всплеск интереса именно детей к рабочим профессиям? Они видят, что это, возможно, станет их источником каких-то новых знаний, каких-то новых компетенций или будущей самореализации. Это раз. А второе, они понимают, что там они приобретают конкретные какие-то навыки, которые будут им зачем-то нужны в этой жизни. Ну вот, например, профессия фотограф. Да, можно не быть фотографом, хотя, может быть, и можно стать фотографом, но при этом научиться красиво фотографировать, делать шикарные фотографии для того, чтобы выкладывать их в соцсети, показывать свои какие-то красивейшие фотографии своим друзьям. Ну, впоследствии это может быть применимо к дизайну, например, к чему угодно. Абсолютно верно. Есть еще другие, например, профессии. Вот профессии вожатых, да, Галина Анатольевна. Вот эти те самые soft skills, которые просто жизненно необходимы нашему ребенку. Как вот наша система образования, она готова по-новому учить этих ребят? Вот что у нас с подготовкой этим всем профессиям, навыкам, компетенциям? Зачем вот придуманы все world skills, junior skills? Это туда же или это что-то другое? Мне понравилась постановка, да, что мы идем от детей. Дети другие, а система та же или она все-таки изменилась? Совершенно верно. Но если мы будем говорить о системе, как о какой-то такой большой, да, выстроенной машине, неповоротливой, то, да, система переворачивает, система учитывает новые требования, она пытается, ну, так скажем, измениться. А если взглянуть на эту систему изнутри, да, то есть подсистемой подразумевают непосредственное место обучения непосредственного преподавателя, то здесь, мне кажется, вопрос о готовности можно рассмотреть несколько иначе. Выбора нет, да? То есть нынешний преподаватель уже не может учить по-старому, да, так же, как учили предыдущие поколения. Кроме тех качеств, которые перечислила Марина Михайловна нового поколения, да, они более требовательные, они более свободные, они не боятся говорить о своих желаниях, они не боятся не принимать того, чего им не нравится. Не говорю о том, что у них, ну, так скажем, куда больше возможностей, чем у нас было информационных, да, они нас перепроверяют, устраивают экзамены преподавателям, поэтому, конечно, преподаватель перестраивается, перестраивается и система, да, учитывает вот эту подвижность, эти быстрые изменения, которые, наверное, уже нельзя вот четко фиксировать, да, и держать какой-то промежуток времени, да. Да, нынешний преподаватель, он учится постоянно, я не имею в виду даже переподготовку, я имею в виду каждодневную работу с детьми, каждодневную работу с собой. Вот, кстати, если говорить про WorldSkills, вот у меня такой вопрос, вот в 2012 году, да, кажется, Россия присоединилась к этому движению по развитию рабочих профессий, скажите, а вот что есть интересного у нас уже вот в стране, какие-то наработки, как мы там себя показываем? Александр, может быть, у вас какие-то есть интересные примеры на эту тему? Ну, если говорить о JuniorSkills, то там ситуация немного отличается, потому что если WorldSkills это соревнование уже людей, которые избрали профессию, которые уже профессионалы, и они соревнуются в том, насколько они хорошо делают то дело, которое они избрали, ну, если не главным, то одним из первых дел в своей жизни, то в случае с JuniorSkills это некое соревнование между детьми, кто может лучше, но не стоит забывать, что, что такое JuniorSkills? JuniorSkills это возрастные категории от 10 до 14 и от 14 до 17, то есть это дети от 5 до 10-11 класса по возрасту, которые просто заинтересованы в том, что, может быть, может быть, они изберут это своей дальнейшей профессией. Хочешь прям профориентации? Конечно. Разумеется, разумеется, это и есть профориентация. А как известно, ну, человек так устроен, наверное, это особенность нашего мозга, да, быстрее, выше, сильнее соревнования. Именно соревнования всегда привлекают как можно больше... Ну да, это импульс хороший, да. Как можно больше людей они привлекают, они создают эмоции у людей, соответственно, если дети начинают соревноваться, все дети, которые их окружают, начинают интересоваться тем, а в чем они соревнуются. А раз это привлекает больше внимания, значит, это привлекает больше последователей. А это им интересно, вот какая эмоция, вот насколько они вовлечены в это? Да, разумеется, это очень интересно, и если посмотреть, допустим, на конкурсантов, то очень хорошо видно, если сравнивать, допустим, детей 12-13 лет и детей 16 лет, то там принципиально разный уровень мотивации, потому что если детям в 12-13 лет интересно, что это, то детям в 16 лет у них уже просыпается самая настоящая конкуренция, они хотят именно быть первыми. Лучшими, по профессии, грубо говоря, да, по навыку, да. Да, разумеется, по той профессии, которую они пусть еще даже не выбрали, но тем не менее, если быть, то быть лучшим, да, вот у них уже просыпается именно это, и на вот этом подъеме они, конечно, могут очень-очень хорошие результаты показывать, неожиданно хорошие, я бы сказал. Ой, как интересно. Да, Марина Михайловна. А с другой стороны, вот соревнования были построены так, что ребята должны были работать в команде. И вот этот командный дух, понимаете, решение общей командной задачи, когда между, в общем-то, двумя столицами соревновались несколько команд, это очень вовлекает детей, учит находить их. Адреналин. Да, ну адреналин, это действительно очень интересно, это очень здорово, но они еще учат вот тем самым навыкам, которые им точно понадобятся в этой жизни. Обязательно, вне зависимости от выбора профессии. Можно быть прекрасным специалистом, вот я совсем недавно тут прочитала исследование Гарвардского университета, что профессиональная успешность человека складывается на 15 только процентов из hard skills, то есть вот из тех, так сказать, жестких навыков, которые он приобрел. И 85 процентов это все-таки soft skills, то есть те, что вот формируют и определяют умение работать в команде, умение гибко реагировать на ту или иную ситуацию, находить решение, вот вступать, находить нужных людей, вступать в какие-то взаимодействия, коммуникации, договариваться, аргументировать свою позицию. Это действительно трудно, но и это именно определяет успех этого человека. Наш университет в этом году вел мастер-классы для педагогов по подготовке к соревнованиям General Skills. У нас около 150 педагогов вот в течение нескольких месяцев посетили определенную серию мастер-классов. У нас там была мультимедийная журналистика, у нас была мобильная робототехника, у нас шли мастер-классы по лабораторному химическому анализу, и педагоги с удовольствием ходили. Мы пытались показать, ну, иные, другие форматы работы с этими детьми. И я бы вот отметила, что все, что происходит в системе дополнительного образования, это, в общем-то, и тенденция, и то, с чем сегодня приходится жить нашим педагогам, это все проектная или исследовательская работа. То есть, когда реально ребенок приходит на кружок научиться чему-то и сделать какой-то конечный продукт, он создает свой проект. Вот, кстати, заметка на полях, просто буквально реплика. Ведь вот с чего я начала? С того, насколько престижно всегда было высшее образование. Посмотрите, на какой уровень, да, выходит и профессиональный, просто узкое, профессиональное. Даже пусть в рамках какой-то компетенции, да, конкретной. Вот интересно, кстати. Дело не столько, не на 100% в том, что изменилось поколение детей, как мне кажется, еще очень большой вес сейчас имеет то, что поколение нынешних работодателей, это тоже уже не то поколение работодателей, на которого была ориентирована та старая система вузовского образования. Дело в том, что сейчас, как уже очень верно отметили, настолько большие информационные возможности, что совсем не обязательно каждому человеку иметь настолько серьезную теоретическую базу, которую там дает вуз, университет, допустим, да. Но гораздо важнее иметь опыт работы, и нынешние новые работодатели смотрят уже гораздо больше на это. А при прочих равных, при равном возрасте, человек, который закончил вуз, ну ему, допустим, 23-24 года, и он только закончил вуз, и из опыта работы у него есть только производственная практика, и хорошо, если она есть. Если сравнить этого человека с тем, кто получил среднеспециальное образование, которое он закончил где-то в районе 20 лет, и, соответственно, в 24 года он имеет уже 4 года производственного опыта, то нынешний работодатель вполне возможно, что предпочтет человеку, у которого на 4 года больше опыта работы. Раньше у нас это нормально было, что приходит выпускник, и мы с вами, как работодатели, понимаем, что он еще пока ничего не умеет, много чего знает, но ничего не умеет. И вот эти 3 года, помните, молодой специалист, мы его учим, учим, учим. Доучиваем. Сегодня, да, работодатель, абсолютно поддержу вас, он не собирается никого заучивать, ему нужен готовый продукт, который все уже знает, или определенную часть знает. Он умеет портфолио, как сейчас понятно. Он умеет решать определенные задачи, если в его портфолио лежит и какое-то свидетельство о рабочей профессии, и какой-то диплом участника каких-то профессиональных конкурсов, и его какие-то еще достижения в области тех или иных исследований, проектов и так далее, то для работодателя, вот представим себя на этом месте, для меня это понятно, что человек вот этот короткий, пока еще свой промежуток времени, профессионально развивался, и он действительно многое может. Главному, чему учат в университетах, это умение учиться, и те самые знаменитые soft skills, которые требуют с 85%, конечно, даются больше всего в рамках высшего образования, а не среднего профессионального образования. Но вот здесь, наверное, соглашусь с чем, что траектория СПО высшее образование, да, она действительно дает 4 года дополнительного или там 2-3 года дополнительного стажа, да, И, как ни странно, вот проводим среди своих студентов определенные опросы, анкетирование, мониторинг, нам тоже очень важно понимать, почему ребята к нам пришли, почему был выбор именно этой образовательной траектории. И во многом, это как ни парадоксально звучит, это некое социально-экономическое решение семьи зачастую бывает, да, Четкое понимание того, что ребенок начнет работать на 2 года раньше, но вот он сможет сделать более взвешенный выбор высшего образования, На которое большинство все-таки рассчитывают, это уже не будет ошибкой, не надо будет получать второе высшее образование, да, и процесс обучения до 30 не затянется, да. Да, это правда. И, наверное, вот, ну, не знаю, насколько здесь это корректно или некорректно, но, тем не менее, там, через 3,5 тысячи обучающихся в нашем институте 900 ребят, Это из многодетных семей, семей, которые испытывают определенные затруднения, да, то есть выбор среднего профессионального образования, вот этой сложной траектории, да, во многом обусловлено социально-экономическими какими-то показателями. Она не сложная, она при хороших обстоятельствах может быть выверенной и достаточно такой целеустремленной, что ли, она не то чтобы... Она чуть длиннее. Она чуть длиннее, но она зато получается такая более целесообразная, что ли, да. Она требует от ребенка больших усилий, да, то есть он не доучивается в 10-11 классе в ожидании пусть и страшного ЕГЭ, но с ним и выпускного. Они встраиваются во взрослую жизнь на 2 года раньше, они на втором курсе колледжа уже выходят на производственную практику и с ними как со взрослыми, и они вынуждены как взрослые. Когда, значит, те, кто выбрали высшее образование, только учатся на втором курсе, начинают понимать все преимущества студенческой жизни, эти ребята заканчивают и выходят уже профессионалами. Да, они как-то посерьезнее. Они выходят на работу. Большинство из них выбирают траекторию высшего образования, это заочек и вечерка, согласитесь, это несколько сложнее, да? Да, работать и учиться это сложнее, конечно. Более того, большинство из них берут на себя оплату, например, если это вне бюджета высшего образования, они уже работают, это их уже обязательства. Они взрослее, они взвешене, для них это сложнее, ну, так скажем, период вот этого легкого существования в школе старшеклассникам, студенческой жизни, всех преимуществ, они этого лишаются. Поэтому я считаю, что это как раз, ну, в этом смысле более сложный трек. Дело в том, что мы столкнулись с такой ситуацией в этом году, когда ребята получали рабочие профессии и пошли на практику, некоторые работодатели предложили им дальше остаться, например, поработать летом. И уже сказано было то, что если ребята, вот, в принципе, нормально там себя зарекомендуют, то вот эти работодатели готовы оплачивать им дальше образование. Тоже логично. То есть тоже вот такой вот ход. Ну, это логично. Мария Михайловна, я хотела сказать, что как раз очень многие работодатели готовы доучивать. Да, заинтересовались, наверное. И развивать, доучивать его самостоятельно, ну, разные работодатели, разные условия. Тут я хотел немного прояснить свою позицию. Я не говорю о том, что профобразование полностью заменяет, может заменить высшее образование. Нет. Просто если говорить о цифрах, то на самом деле в нашей стране процент людей, которые получают высшее образование, примерно в полтора-два раза выше, чем, допустим, в США. И где-то в два-два с половиной раза выше, чем в Германии. Вот если сравнивать по цифрам в возрасте до 30-35 лет. И на самом деле при нынешней структуре нашей экономики такое большое количество людей с высшим образованием просто не нужно. Во-первых. А во-вторых, все эти люди, которые получают это образование, вы очень верно сказали, задача высшего образования – научить человека учиться. Вот, к сожалению, к сожалению, когда такой большой процент людей получает высшее образование, получается, что далеко не все из них, в конце концов, получая на руке, там, синего, красного, важно какого цвета, не все из них умеют учиться. А у этих людей, за счет того, что они истратили время, деньги, там, неважно, что, здоровье, на то, чтобы получить образование, у них запросы гораздо выше. Амбиции выше профессиональные. Их амбиции гораздо выше, но, к сожалению, их уровень… Амбиции не всегда подкреплены на амбиции. Ну, извините мне такое слово, как бы не торопясь, начиная там со школы, да, обретать. Я думаю, Галина Анатольевна, вот к вам еще у меня вопрос, связанный с WorldSkills. Ну, как бы вот в моем представлении, человек, который вот, ну, не очень, может быть, в теме, но любопытствующий, как, в общем-то, во всех вопросах образования. Скажите, пожалуйста, вот ведь в моем представлении WorldSkills это что-то такое, связанное там с техническими, может быть, науками, может быть, немножко, естественно, научно, ну, как-то так я себе это представляю. А вот, допустим, ну, наш вот вуз, да, городской, педагогический, мы же вуз гуманитарный, а мы там как-то себя проявляем? Есть там какая-то ниша для нас? Что там для нас интересного? Безусловно, есть. Дело даже не вузе, а вообще в тех компетенциях, которые в движении WorldSkills представлены, да, с точки зрения, ну, так скажем, первого взгляда на движение, ожидаемо, что это некая такая удобная площадка для действительно технических специальностей, ну, любой специальности, да, где есть, присутствует некая такая доступная наглядность. Как Марина Михайловна говорила, робототехника, у меня сразу вдруг, ну, да, вот робота собрали, вроде бы сразу понятно, хорошо или плохо собрали, да, ну, вот, там, пирог испекли, жюри попробовала, у кого самое вкусное получился, да, у кого пропекся, да, самые вкусные, кстати, стенды на чемпионате WorldSkills пройти невозможно, да, это, конечно, запахи сумасшедшие. Тем не менее, с самого начала, да, предполагалось все-таки и, ну, так скажем, ряд профессий, специальностей, компетенций, которые вот замерить с первого взгляда по как раз жестким навыкам, вроде как невозможно, да, тем не менее, они присутствовали, для них определенные правила, но, например, есть такое понятие оценки, как объективные критерии и субъективные критерии, да, это как раз вот возвращаясь к мягким и жестким навыкам. По объективным критериям мы оцениваем те самые жесткие навыки, да, ну, если мы будем говорить про пироги, да, это пропекся, не пропекся, да, а мягкие, как этот пирог смогли представить, несмотря на то, что он не пропекся, да, и такие конкурсы, ну, такие задания тоже есть, да, если мы будем говорить про парикмахеров, опять же, всех понятным, да, ну, техника стрижки понятна, техника окрашения понятна. Как утешить до клиента, когда они так же стрижки, как представить неудачную стрижку или, например, кому-то понравилось, кому-то не понравилось, да, там, где есть определенный элемент вкусовщины, да, то есть вот нравится, не нравится, да. Поэтому это изначально в движении было, поэтому вхождение в движение специальностей нетехнических, оно уже давно на уровне интернационального WorldSkills, и в российском движении такие специальности тоже присутствуют. То есть с нашей точки мы участвуем в двух компетенциях, это преподавание в начальных классах и дошкольное образование. Соревнования очень сложные, ну, и, например, и там, и там есть конкурс, есть задание по робототехнике, да, которое тоже очень четко оценивается, да, и это возможно. Вот у нас, допустим, сейчас Стэмпарк открылся, да, я знаю, что вот ваше подразделение, Марина Михайловна, работает со Стэмпарком, это как-то вот используется, какая-то есть здесь связка, мы учителям это даем, нашим студентам, это каким-то образом вообще работает, если работает, то как, не подскажете, не расскажете? Ну, во-первых, вот, например, коллеги Института Галины Анатольевны тоже прошли обучение в Стэмпарке как раз по робототехнике. То есть это все-таки нужно? Это нужно, потому что, да, ну, здесь же речь идет о педагогах, дети интересуются робототехникой, вот как организовать работу ребенка по сбору этого робота, да, как выполнить это. Организацию. Конечно, но при этом, чтобы, понимаете, чтобы организовать ребенка, надо самому уметь собирать этот робот, и первое, с чего они начинают, они вообще-то сами увлекаются и становятся такими же учениками, когда они собирают эти роботов, работают с этими лего и так далее. Самому понять, как это собирать, и теперь, что с этим можно делать, вот что делать с этими конструкторами, какие виды работ можно организовать с детьми, как организовать это занятие, как организовать его интересно, увлекательно, увлекательно, как повести ребенка за собой, чтобы ему было интересно, и вот это, конечно, значительно более сложное, в моем понимании, компетенция. Компетенция, да, абсолютно верно. У нас есть наш Центр проектного творчества СтартПро, мы часть занятий, в том числе, это педагогов, и проводим там, но и в Стэмпарке, это очень хорошая площадка, это современная лаборатория. У нас сейчас там ведется подготовка по мехатронике, по мобильной робототехнике и по станкам с ЧПО, вот это как раз токарная и фрезерная работа на станках с ЧПО. Вот там есть все это оборудование, это как раз то самое, которое используется на соревнованиях Junior Skills, и педагоги с этим оборудованием знакомятся. Я вот сейчас поймалась на мысли, что я думаю, что какой у нас университет становится вообще такой многоликий, интересный, что только вот у нас не развивается. На самом деле это тоже такой ответ времени. Кстати, вот хотела у Марина Валентиновна спросить, вот что за проект в нашем университете профобучение для школьников? Вот знаете, какой ассоциативный ряд возникает? Не является ли это, вот помните, как у ПК было, когда мы с вами учились? То есть это вот одно и то же или не одно и то же? Вот в чем разница, есть ли она и вообще зачем это? Нет, конечно, это не совсем одно и то же, хотя вот эту параллель все пытаются провести, да, сказать, что это у нас такое было, что мы в это во все игрались, да, то, что мы тоже получали вот эти вот некие профессиональные навыки, да. Но нужно отметить, что если мы берем то, что было, это было достаточно, ну, скажем так, спущенное сверху и обязательно. То есть вот хочешь ты, не хочешь ты идешь, обязательно получаешь эту профессию и именно ту, которую там вот вам могут дать. Сейчас совершенно иной подход. Во-первых, ребенок выбирает сам. Он выбирает, куда он хочет пойти, он выбирает, чем он хочет заняться, он выбирает, что он хочет пощупать, что он хочет посмотреть. Помимо того, что он получит вот этот документ, что он получил профессию, есть потрясающая возможность вот в это все поиграться. Вникнуть, да, разобраться. Конечно, посмотреть и причем не единожды. То есть посмотреть в этом году, посмотреть одну профессию, в следующем году посмотреть другую профессию. А вы готовы это обеспечить? Вот это любопытно. У нас же тоже неспроста нам давали ограниченный круг профессии, потому что, ну, вот есть этот набор, он оплачивается, там, допустим, государством. А сейчас что можно в единичном числе? Вот пришел он один, может быть, хочет потрогать что-то конкретное. Нет, конечно, вот так организовать очень сложно, занятие, что вот совсем в единичном, да. У нас есть набор профессий, достаточно широкий, большой, и фактически любой ребенок, который хочет заняться тем или иным направлением, он выберет. Ну, понятно, да. Потому что очень большой спектр. Родители говорят, а вы нас можете поучить? И сейчас мы уже задумываемся о том, чтобы, ну, вообще-то открыть какие-то такие и взрослые группы. Программы для взрослых, да. Программы для взрослых. Интересно. Да, особенно вот спрашивают, секретарь, а можно ли? Фотографы часто спрашивают, да, говорят, а фотографа можно ли? То есть такие вопросы задаются очень часто. Практически каждый раз, когда я приезжаю на какое-то большое родительское собрание, в какую-нибудь образовательную организацию, один-два вопроса с этим связаны. Конкурс, да, в наш институт, да, на 235 бюджетных мест было подано 3,5 тысячи заявлений. Средний проходной балл на такую специальность, как преподаватель в начальных классах, ну, всего-навсего 4,9. В средний балл аттестата поступивших, да. То есть это круглые практически отличники. Ребята после 9 класса с красными дипломами идут в колледж. Это осознанный выбор. Ну, это, наверное, говорит о том, что спрос все больше и больше растет. Я бы вот, знаете, что еще добавила? Мне кажется, вот, что высокий очень конкурс к нам. Есть еще вторая возможность. У них не только получение профессионального образования, но и возможность продолжения образования. А университет, конечно, он выстраивает вот эту непрерывную траекторию профессионального развития. И еще вот у меня сейчас мысль пришла. Я думаю, что вот все эти олимпиады и конкурсы, они в том числе, вот вы сегодня, Татьяна Михайловна, говорили, про престиж. Они подняли престиж этой профессии. Потому что пока вот не было такого внимания к этим колледжам, да, вот зародилось это движение, или оно там зарождалось, ну, как-то очень медленно, а потом все-таки раскрутило обороты. Вы посмотрите, действительно, какое внимание сегодня приковано к колледжам. И в том числе, я считаю, благодаря вот этим вот соревнованиям, олимпиадам, которые проводятся. Потому что мы показали, что, в принципе, колледжи – это качественное образование, которое готовит реальных специалистов в своей области. Понятие успешности изменилось. Это не престижный диплом, да, это профессия, которая позволит тебе в ней саморазвиваться, достигать каких-то высот. Программа «Проф. Образование без границ» действительно позволяет посмотреть свежими глазами на то, что такое колледжи. И опять же, говоря о том, что вот есть Москва, есть остальная Россия, не стоит забывать, что уровень проф. Образование в Москве на порядок выше. И что колледжи, которые сейчас работают, они получают достаточное финансирование для того, чтобы поддерживать нормальную материальную базу и для того, чтобы некие свои традиции каким-то образом передавать дальше, хранить. Здесь такая двоякость ситуации – запрос снизу, запрос рынка, да, и система, которая сумела вовремя перестроиться и ответить ожиданиям как вот некого заказа сверху, да, и ожидания снизу. Я, кстати, согласна с Галиной Анатольевной, и вот, собственно, подводя итоги сегодняшней передачи, я вообще вот даже как ведущая и как человек, который тоже в образовании работает, пришла к выводу, что, может быть, это даже один из самых таких результативных симбиозов вот этого пути навстречу. Когда и общество чувствует, что ему нужно, государство чувствует, что нужно обществу, да, все это вместе заходит на рынок в каком-то таком вполне себе согласии. Это, конечно, не значит, что там нету каких-то у нас задач или что мы тут уже все готовы, значит, к реализации великих замыслов. Это говорит о том, что хороший старт этого пути, да, и его просто нужно продолжать, и какие-то успешные вещи, ну, культивировать по-другому и не скажешь, наверное. Коллеги, спасибо вам большое за сегодняшний разговор. Возможно, у нас будет какой-нибудь приятный информационный повод его впоследствии так или иначе продолжить, потому что здесь перспективы совершенно очевидны. В будущем, как говорят эксперты, многих специалистов заменит роботизированная система. Однако нервничать не нужно. Те же эксперты говорят, что значительно возрастет количество профессий, связанных с общением с людьми. То есть, обрабатывая, например, деталь на лазерном станке, тренируйте свои риторические и коммуникационные навыки. Спасибо. До встречи в городском университете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова